Тверские школы готовы к началу учебного года. Ремонт и благоустройство прилегающих территорий завершены почти на всех объектах. В рамках инспекционной поездки глава города Алексей Огоньков объехал школы во всех районах Твери. А с ним и наша съемочная группа. Все подробности в сюжете прямо сейчас. Школы и гимназии Центрального района стали первыми в списке объектов для посещения главы города. Все основные работы по подготовке к встрече учеников 1 сентября здесь давно закончены. В этом году что мы сделали? В связи с тем, что было пространство между кровлей и стеной, заделывали вот эти все швы, чтобы хотя бы туда швы-то ничего не попадали. Во время инспекции директор 12-й гимназии Татьяна Слесарева рассказала, что скоро здесь появится кабинет ГИБДД. Показала бассейн, где младших школьников учат плавать. Глава города поставила задачу обозначить ряд первоочередных проблем. Например, как вот эта спортплощадка гимназии, которая требует ремонта. Давайте это сделаем. Я думаю, совместно с областью мы это сможем сделать. Игорь Михайлович большое внимание уделяет как раз и спортивным площадкам в школах, плацу, вообще состояние благоустройства. Обсуждение спортивной темы продолжилось и в гимназии номер 6. Вот если здесь, например, сделать хорошее покрытие, вообще площадку сделать. Ой, ну мы бы очень рады были. Нет, ну то есть вы считаете, что именно в этом месте все это сделано? Да, да, это вообще, конечно, современную спортивную площадку, конечно. То есть баскетбольную можно соревновать, волейболную. Можно говорить о том, что все школы готовы. Есть шероховатости, которые мы уже наговариваем для себя на будущее. Какие проблемы в школах надо решать не к первому сентября, а вообще. То есть мы для себя составляем такие приоритетные задачи по дальнейшим ремонтам работы. В московском районе Алексей Огоньков посетил 51-ю школу. Ее директор мечтает переоборудовать давно не работающий бассейн в гимнастический зал. Давайте подумать, тогда нам нужен проект переустройства бассейна и сделать из него то, что вы видите, то, что вы чувствуете, что вам нужно. То, что практически, конечно, и телесообразно для школы. В ходе поездки глава города обсуждал с директорами школ и вопросы патриотического воспитания. Во многих учебных заведениях Твери есть музеи воинской славы. Что касается ремонтных работ, то в ряде школ они носили капитальный характер. В настоящее время ремонт близится к завершению. В 52-й школе практически завершены работы по кровле. Там очень большой объем был работ. Выполнены работы по ремонту зала в 42-й школе. Завершаются работы по ремонту четырех классов с тем, чтобы меньше детей у нас училось во вторую смену. Инспекционные выезды главы города продолжатся и на следующей неделе. Несмотря на то, что все школы прошли приемку, необходимо учесть запросы учебных заведений для того, чтобы реализовать их по мере выделения финансирования.